Для начала обсудим, что из себя вообще представляет объектно-ориентированное программирование, или сокращенно ООП, и чем оно выгодно отличается от процедурного. Мы не будем сильно углубляться в теорию, потому что здесь легко закопаться. Про ООП умными людьми написаны целые фолианты, например, фундаментальный труд Бертрана Мейера, Object Oriented Software Construction на 1200 страниц. Я постараюсь давать простые определения и по возможности сводить все к практике. Движущей силой эволюции подходов к разработке программного обеспечения всегда являлось стремлением писать более сложные программы меньшими усилиями. Когда-то давно программы писались в машинных кодах. Это было страшно сложно и неудобно. Поэтому со временем появился язык ассемблера, более-менее человекочитаемый альтернатива машинным кодам. Далее появились языки высокого уровня и структурное программирование, где программист вместо регистров процессора использовал переменные. Вместо машинных инструкций удобные арифметические и логические операторы и выражения, составленные из них. Вместо спагетти из GoTo структурированы условные операторы, циклы и вызовы под программ. Следующим этапом эволюции стало появление объектно-ориентированного программирования. ООП — это не единственное возможное направление эволюции. Например, много интересного сейчас происходит в области функционального программирования. И даже в Java в восьмой версии появились некоторые элементы функционального стиля. ООП также не является серебряной пулей, то есть его использование не гарантирует автоматически успеха в разработке какой-то программной системы. Однако, тем не менее, ООП является широко распространенным и популярным подходом к разработке программного обеспечения. Он применим к широкому кругу задач и при правильном использовании действительно помогает писать более простые, понятные и поддерживаемые программы. ООП — это парадигма программирования, в которой программа состоит из объектов, взаимодействующих друг с другом посредством обмена сообщениями. При этом объект, согласно Гради Бучу, признанному мировому авторитету и эксперту по ООП, — это мыслимая или реальная сущность, обладающая характерным поведением и отличительными характеристиками, являющаяся важной в предметной области. Данное определение очень абстрактное и попахивает философией, поэтому попробуем наполнить его практическим смыслом и описать более конкретно, что же такое объект. Продолжение следует...